Здравствуйте, в эфире программа 7 минут. Сегодня у нас в гостях скульптор Олег Седов. Рязанцы знают его работы. Одна из самых известных Евпатик Лаврат у рязанского почтанта. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Скажите, а правда ли, что лицо Евпатии вылепили с себя? Очень удобно. Когда натурщик находится рядом со скульптором, всегда под рукой. А что ближе под рукой, нежели скульптор? Я поставил зеркальце на плечо Евпатии Лаврата и просто на себя смотрел. У всех людей очень похожи. И скулы близко стоят. И глаза, и нос, и рот практически на одном месте. Единственное, что он на меня не похож, конечно. Потому что мне пришлось и лицо его расширить, и немножко глаза. И он посуровее. Если мое лицо сделать, будет смешной Лаврат. Ну вот все. Борода и все такое. Скажите, у вас есть немало проектов, как сделать наш город красивым. Расскажите об одном из них. Например, я знаю, что вы занимались Лыбецким бульваром. Ну да, Лыбецким бульваром. Не только Лыбецким бульваром. Вообще, с Федором Ивановичем Проваторовым была такая идея. И вот когда он еще был мэром, мы хотели сделать, к 70-летию области, хотели сделать Лыбецкий бульвар, потом Горпарк и Горрощу. И вот этими три объектами я так очень плотно занимался. И было прорисовано от Евпатии Калаврата до, сейчас скажу, до цирка, вот этот весь участок, да, потом, ну вот, который хотели разработать. В Горпарке тоже много, что можно было сделать, ну это, и в Гороще, так вот, ну, чтобы он был, как будто бы, в Гороще должна была встать, как будто это вот осталось после Рюмина. Вот немножко подразрушилось, вот что-то, какие-то там мосты, светильники такие, вот немножко такой вот, ну, люди стараются сохранить, никто бумажки не выбрасывает, то есть вот как-то так вот, чтобы он был такой очень уютный. То есть вот, вот, то, что вот были проекты. Но потом, потом отменилось, к сожалению. А что касается Лыбецкого бульвара? Это про Евпатии Калаврата и по привязке Евпатии Калаврата. Там, конечно, Владислав Семенович Лаврентьев разрабатывал проект вот всей вот этой части, как привязать саму скульптуру, да, привязать скульптуру к этой местности. Потому что, ну, она немножечко прилепленная. Вот если горожане посмотрят на нее, да, она как бы сбоку так прилепилась. То есть, на самом деле, если доделать весь проект, да, как он, он тогда будет очень органично вписан в этот ландшафт. Вот это задача архитектора. Вот, ну, ее вообще никто не делал. А что не так у Калаврата? Если вы посмотрите проект, то там вообще очень много не нет. Там нет лестниц, которые связывают три террасы, да, там нет пандуса для инвалидов, которые там должны, по которым подниматься, мало ли, или женщина с коляской, или еще кто-нибудь на коляске, или даже этот ребенок на скейтборде съедет и в кого-нибудь вкатится, да, я так думаю. Вот, потом там нет этой фонтан, который там должен был быть, вот, и он там и был в свое время, да, внизу. Его, к сожалению, засыпали. Ну, засыпали так на время открытия, ну, и вот он пока пять лет в засыпанном состоянии. А так все, если открыть, будет очень красиво. Скамейки, потом там должны быть камни такие, здоровые камни должны лежать, на которых из летописи временных лет надпись вообще о подвиге Евпатии Калаврате. Кто он такой? Потому что, ну, не каждый знает, к сожалению, не все читают сейчас, но каждый может зайти в интернет. А вот что касается основания памятника, вот про это расскажите. Понял, понял, то, что это, я понял, вот это колбасный цвет, да, но он, его можно доделать, его и надо доделать, потому что он немножко вырывает, сейчас он и сразу был, он был розовый, сейчас немножко потемнел, время работает на нас, в общем-то, она выбивает, вот, этот, связь, ну, границ связан, цементом, и вот этот цемент, он подкрашен, подкрашен, к сожалению, вишневым цветом, просто не было на тот момент коричневого цвета, а нужно было заливать вот уже прям завтра, вот уже прям, вот уже прям все, потому что открытие памятника его очень сильно уплотнили, еще, ну, это как его, надо было было срочно очень делать. И взяли вот этот вишневый цвет, и, к сожалению, с водой, может быть, его разбавили, он стал в такую, в розовую, такой неприятный такой, вышел в оттенок, но все равно, если его сбить, то гранитные камушки становятся очень близко, вот так. И цемента остается, вот этого розового противного цвета, становится все меньше и меньше. И тогда будет вид, он такой крестневатый, ну, то есть это надо еще раз взять отбойный молоток и по нему еще раз проехать, чтобы добить его до конца, наконец-то. Но вы уже сами пробовали это делать. Я не пробовал, я долбил, потому что на открытии, если кто вспомнит, вот если вообще записи посмотреть, да, как открывался, он был вообще розовый. Мы его пробили силами этих курсантов, СМВД, ребята приходили, да, и они долбили вот это вот молотками, тюкали, тюкали, но все равно времени не было, да, ну, это уже открывалось, и все равно был такой он розовый, противный. И потом мы с моим рабочим, я привелся к электростанции, мы там все продолбили, да, но более-менее то, что вот мы видим сейчас, если делать еще один проход, то он будет еще лучше. То есть вот его просто надо уничтожить, вот этот цемент, чтобы его было не видно. По поводу доделок, обращались вы к властям, и если да, то что они обещали? Да я обращался к властям, да все знают, что его надо доделать, все вообще. Но как-то вот, я так думаю, что денег нет. Я думаю, когда построят все дороги у нас в Рязани, вот все это закончится вот полностью, да, когда построят детские сады, я думаю, я считаю, что вообще это главнее, вот, ну, чем, ну, памятник. Ну, стоит он памятник, но он еще тысячу лет простоит, чем ему будет бронзовым? Вот, но я не понимаю, почему другие начинают делать памятники, вот, то есть вот, если не доделав один. Я думаю, все-таки надо доделать, или хотя бы осветить, вот, ну, хотя бы повесить, не, не, я, это, чтобы было освещение нормальное, потому что ночью, ну, он просто пропадает. Ну, много чего можно делать в этом городе. Вообще, город такой заброшенный немножко. Спасибо за беседу, спасибо за то, что пришли. Мы желаем вам творческих успехов. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого хорошего. До скорой встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!